Из водоемов делают просто отстойные коллекторные ямы, куда сбрасывают все, что кому угодно. Бездушно, бездумно и по-варварски. Команда Экорейда продолжает расследование, связанное с нанесением ущерба от огромных трасс, которые буквально пронизали все дороги Московской области. Какое количество грязи и куда сливается с этих дорог? Как она попадает на землю, в почву и что в итоге происходит с этими стоками дальше? Цапля попила, значит, погибла. Водоем, это вот там немые рыбы, некому пожаловаться и можно делать все, что угодно получается. Вот посмотрите, какая красота, прямо сразу видно, да, как с дороги, вот еще свежие следы на земле, как вот это вот все стекает. И вот образует вот такое прям озеро внизу, понимаете, со стоячей вот этой водой, которая дальше набирается, проникает в слои подземные и уходит туда, в лес. Лабораторные исследования снега показали наличие там загрязняющих веществ, таких как мышьяк, ртуть, нефтепродукты. И все это, собственно говоря, под видом снежного покрова сбрасывается на обочину. За моей спиной вот здесь наверху проходит трасса М-2. Видно, как с нее сюда стекают такие мощные селевые потоки, где грязь, нефтепродукты, масло и все, что есть на дороге. Сюда вот стекает под силой дождя и поливальных машин, которые моют трассы. Вот все сюда, видите, как оно стекает бурным потоком, идет, идет, идет. И где, вы думаете, она оказывается? Правильно, прямо в реке, которая сейчас бурным потоком все это сносит на многие десятки километров вниз. Все это попадает прямо в нашу воду. Заметьте, в каком огромном объеме, сколько таких мостов, сколько таких обочин и сколько таких рек каждый день страдают от нагрузки от вот этих вот автотрасс. Если в Москве происходит сбор снега и вывоз его на снегоплавильные комплексы, то с территории дорог, которых обслуживает автодор, снег просто счищается, скидывается на обочину. Мы стоим на дороге ММК Сынково. И что мы наблюдаем, что из водного объекта, который здесь неподалеку расположен, просто сделали сточную канаву. Сюда с дорог стекается грязная талая вода и ливневые летом. Специально оборудован жёлоб, собирающий эту воду в нижней точке, ведущий к водоему. С противоположной стороны видно, что складируется с дорог, собранной зимой загрязненный снег. Он тает, видно, что он прямо находится на границе уже с водным объектом. И всё это попадает ниже по течению в речку Рогожка и так далее, которые водоемы ниже расположены. По-хорошему, этот снег должен собираться в машину, увозиться на снегоплавильные комплексы для того, чтобы не происходило засорение. Может быть, вы обращали внимание, когда ездили по трассе на эти коллекторы, думали, что наверняка все стоки, которые идут с дороги, они куда-то попадают в эти коллекторы, дальше по трубам идут в канализацию. Но я вас немного разочарую и покажу вам, куда дальше попадает вода из вот этих коллекторов. Всё это вот таким вот чудным образом выливается из трубы, идёт на грунт и попадает сюда. Все те вот эти лотки, которые подходят к водным объектам, все те трубы, которые сходят с дорог, там осуществляется либо сброс на рельеф, что вообще запрещено, либо осуществляется незаконный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты. Ну, а наш рейд по трассам продолжается. Вот мы сейчас остановились возле реки Раковка. Здесь вот, как видите, за моей спиной очередной слив, причём такой хорошо организованной, с дороги. Здесь очередные мосты, развязки, огромное количество образуется стоков. Все они вот здесь вот стекают. И, о боже, что мы видим! Здесь есть что-то наподобие очистных сооружений. Здесь прекрасно видно, как будут нечисточные воды, идут замечательно в обход очистных сооружений, так называемых. И всё это месиво грязное дальше чудесным образом стекает вниз в реку Раковка. Как вы понимаете, толку от этих очистных сооружений, ну, очень мало, если не сказать, что его вообще абсолютно никакого нет. Ливневые стоки, скрады, не оборудованы нефтяными ловушками. Вот мы сейчас находимся в одной из такой ловушки, где должно быть глубокий котлован, засыпанный щебёнкой, где ассорбируется нефть. Но на самом деле этого нету. Просто в овраг выведено? Просто в овраг выведено. И выведено через переливную трубу в реку Рогожку нашу, которая, значит, сейчас пахнет канализацией. Интересно, а вот эти все точки сброса, они узаконены вообще? Я думаю, что нет. Нельзя получить разрешение на сброс, не имея системы очистки, не имея очистных сооружений. Я думаю, что здесь не требуется даже каких-то специальных лабораторных исследований, чтобы понять, какая трянь сливается с дорог. И вот здесь чудесным образом оседает. Это же просто кошмар, ребята. Это просто кошмар. Такого быть не должно. Иерусалельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok